Весна Многих теплиц Еще раз где там сложились Я уже рассказывал про это Но суть не в этом В общем началась весна Для нас весна это очень Как бы это радостно Потому что у нас В календарный день На бензин На генераторы в деревне Уходило 4000 рублей Каждый календарный день И я радуюсь Что остался последний месяц Этого геморроя Но тем не менее Рыбу мы сохранили Рыба клюет Клюет пока плотва Начинает клевать щука Клюет окунь Думаю что на последний лед В этом году мы По нормальному все сделали У нас на озерах Ну в общем Весна наступила Пока ее не видно Девственные снега лежат Причем серьезные И наверное за это Надо выпить Вот Вот это волшебное питье 40 градусное Делается у нас в ворсме Там двойной перегон Пахнет водкой Но самое главное Сколько не пей Голова не болит Нет Ну конечно если ведро выпить Вот А так В принципе Если Даже Литру В одно лицо Я пробовал Нормально Утром встаешь Вот Пожалуй Закуски Сколько хочешь Вот она Закусочка Ну С первым днем весны Всех поздравляю Ну в общем Короче Скоро рыбалка Поэтому Напоминаем Что у нас рыбацкие ножи В данном случае Рыбацкие 4 Я вам показываю Я про них просто напоминаю Значит Рыбацкий нож Его можно Не только рыбакам дарить Не только себе покупать Его можно также подарить Если у вас дома Рыбу готовит Женщина Ее также можно подарить На 8 марта Ну Это может быть Это смешно Немножко смотрится Нет Цветы Само собой Да там Цветы И Ножик Почему Потому что он Ножик оценен Очень рыбочисткой Потому что на самом деле Рыбочистка очень хорошая Много пишут комментарии Что надо там кипятком ошпарить Еще там какая-то есть тема Там Кто-то Какие-то Пивные пробки на доску Наколачивает Мужики Да я не спорю Теркой можно чистить Но Вот эта рыбочистка Она Чистит судак Окунь Любую рыбу На высшем уровне Уже тысячи Обладателей этих ножей Да Много Вот Можно зайти у нас В группу ВКонтакте Посмотрите Сколько про них Есть отзывов Представьте группу Вниз И сколько люди пишут Реальные владельцы Этих ножей Значит сталь Я рекомендую Дамаск только на любителя Кто четко Я не рекомендую для рыбацкого ножа Дамаска Еще раз говорю Да Либо Д2 Либо Х12МФ Либо вообще нержавейку В принципе 65Х13 Вам вполне Хватит Да Чтобы понимать Вот То есть В принципе Как сказать Вот Нож уже с Д2 Он как бы подороже стоит Может быть Это и не стоит Делать Но тем не менее Это рыбацкий номер 4 Рыбацкий номер 3 Это без верхней гарды Но я вот пользуюсь Думя И у меня и третий И четвертый Кому-то Второй Это гнутый Такой Он тоже кому-то нравится Ну как бы Нож себя Очень сильно Зарекомендовал Значит Носить его На рыбалке Рекомендую Особенно если Это первый лед На шнурке Вот здесь Провалились Под лед То есть Место когтей Достали И уже Это у вас будет Лишний козырь Вылезти Вот Я понимаю Что не каждый день Проваливаются Понятно Но если искать Нож где-то в трусах То Можно утонуть Вот Это что бы я хотел сказать Про этот нож Ну и хочу сказать Немножко напомнить Землякам В этом году Были приняты Новые правила Рыболовства Кто-то их читал Кто-то не читал Кто-то в шоке От этого всего Кто-то верит Кто-то не верит Я значит Хочу Всем Напомнить Землякам Что с первого Апреля Это Вот Конечно Грех Наверное На этом радоваться Потому что И сам я Рыбак И Ездил везде На Аку Но Так получилось Что Государство Очередной раз Наверное Второй раз А если с точки зрения Помощи Бизнесу То это Наверное Первый раз Я от него вижу Реальную помощь Вот То есть Кому говорит Война Кому мать родная То есть С первого Апреля Когда начинается Самая Хорошая Рыбалка Весенняя Все На лед С удочкой Нельзя Можно рыбачить Только с берега С одной удочкой И с одним крючком Но с берега Закидывать На лед Это Неудобно Очень Я конечно Это Утрирую Вот Понимаете В чем дело Уважаемые Соотечественники Что Кто-то в это верит Кто-то нет Но По закону Каждый человек Который вышел на лед С первого апреля Потому что это не арестовый период Это считает Приравнивается к лодке Он автоматически Получает штраф От двух до пяти тысяч рублей Если он еще припарковался Близко к водоему Например Коке Ближе двухсот метров Он получает еще пятерку Если сильно разозлит инспектора Даже он ничего не поймал Просто он сидит на льду Это надо понимать Конечно я считаю Что чисто если по-человечески считать То это Конечно Ну Перебор Но Лично для меня это хорошо Потому что На моих озерах С первого апреля Пожалуйста Парни Приезжайте Рыбачьте Сколько хотите Купили путевочку И рыбачьте Не хотите Не приезжайте Но с первого апреля Если кто-то любит Посидеть весной Когда Солнышко Китель на распашку С удочкой На солнышке Плотву половить А плотва у нас в этом году Клевала всю зиму Вне зависимости от погоды Ну единственное лунками Где-то крупненькая Клевала Где-то маленькая Но плотвы полно Вот Также окунь Я особо в этом году Рыбалку не рекламирую Почему Я запустил крупного окуня И мне хотелось бы Чтобы немножко он все-таки Чтобы он отнерестился Хотя бы один раз Вот Водоем у нас Для подледной Весенней рыбалки Полностью Укомплектован Следующая новость Но пока это Будет я так Просто анонс Скажу То есть мы полностью Начали делать документы И делать полноценный клуб Он будет С членскими взносами Совсем То есть Совсем 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 С билетами С рыболовными Которые естественно Действовать будут Только у нас На трех озерах Вот Поэтому Приезжайте И Рыбачьте А закон рыбалки Я вам рекомендую Прочитать Потому что Тут недавно Два чувака Съездили На Горьковское море Прорыбачить После нового года Один на полтинник Прорыбачил Другой на 60 Тысяч рублей Хотя особо Ничего Потому что Вы почитайте Вообще Как это происходит Я могу Толкование Сделать Отдельным Потому что Я непосредственно Разговаривал С начальником Рыбнадзора И он меня Полностью Консультировал Вот То есть Вот этот вот момент Как бы Если вдруг Не знаю Может быть даже Поговорю А может быть он даже Интервью даст На наш Видеоканал Потому что Интересно ребятам Посмотреть Что их ждет Что ждет летом И как бы то ни было Кому то может и кажется Что тысячу Тысячу рублей Рыбалка Дорого Но понимаете Бесплатная рыбалка Которую Обещала Обещали В интернете И везде Она Обернулась Я даже не знаю Как сказать Чисто по-человечески Мне рыбаков Жаль Если вы Почитаете Внимательный закон То Варианта Два Если вы Хотите просто нормально Приехать Порыбачить И чтобы вам никто Не любил мозг Вы едете на платник Можете не на мой На любой У нас их не так-то много Мне вот Что нравится В этом бизнесе В отличии от ножей Ножи Их Они сейчас Размножаются В геометрической прогрессии Ножевые фирмы Был слесарь Стал Ножевик Ну Суть не в этом У меня здесь Конкурентов Нету А почему нету Потому что Вот эти Три озера Они мои Рядом А дальше Ну Озера Непригодные Для подобного Занятия Вот Это конечно Радует Ну есть у нас Да в области Есть платники Но я еще раз Хочу сказать Что Потихонечку Популярность Платной рыбалки У нас В России Начнет После принятого Закона рыбалки Возрастать Буквально У каждого Начнет Эта Идея Его посещать После первого Нарушения Которого Ну раньше Это было не нарушение Да вот человек делал И вот он Как бы Сделал Думал все нормально Да попадает на штраф И желание На дикие водоемы Ездить Пропадет А у нас Все таки Вы знаете Да у нас не просто Платник У нас Он такой Приближенный Ну все таки Природа Красиво То есть нет ощущения Что вы сидите На яме с водой В общем Не забываем Про ножи Про рыбацкие Потому что Рыбу скоро чистить Это вот блесну Вытаскивать Да То есть Воблера Вот такой нож На самом деле Каждому рыбаку Можно И женам Тоже покупать Если они чистят рыбу Потому что Если у вас Жены чистят рыбу Подарите им Вот такой нож И вам будет Им будет Легче И вам они Спасибо скажут Потому что Например Акуней Вот без этой Рыбочистки Чистить очень плохо А уже Когда чистят Там уже углы Примеритесь Это я уже Про это рассказывал В общем Я и так Много времени Вас отнял Ладно Пойду я Всего доброго До свидания Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok